МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как с гуся вода, закарпатские патрульные уже во второй раз задержали ужгородского судью, который управлял автомобилем под мухой. Почему это служитель Фемиды до сих пор и в Манте, и с правами? Разбирались мои коллеги. С этих слов началась классическая полицейская погоня. Патрульные всего лишь хотели предупредить водителя, что задние номера его БМВ грязные, их не видно. В результате полуторачасовое преследование по улицам Ушгорода и окрестностям. Заручившись поддержкой еще одного экипажа, удалось все-таки назогнать его в селе Великие Геевцы. Водитель выскочил из машины и пустился на утек. Его поймали и надели наручники. Вел он себя неадекватно. Я просто не понимаю, как я тут появился. Спал в домах. Упилися по 50 грамм. Домашний. Пошел им домой, типа, заляхим телевизором, поздравим. И оказалось, я стою, типа, машина завернена сбоку, а я стою посреди поля. Водителя отвезли в наркодиспансер. Алкоголь в крови тест не выявил, а результаты анализов на наркотики придут через несколько дней. Задержанный спутался в показаниях. Позже выяснилось, это Ушгородский судья. Потом чиновник заявил, что он вообще просто гулял по полю, а машина случайно оказалась рядом. Хотя в салоне автомобиля патрульные нашли его мобильный телефон, а техпаспорт судья вынул из своего кошелька. В таком странном состоянии судья попадается патрульным не впервые. В августе его уже останавливали на трассе возле Мукачева, к слову, на этой же машине. Тогда в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя. А так, как я судья. Доброе. Зараз подъедет... Ужгородского межрайонного суду. Угу. Докумаю, пожалуйста, начальника прокуратуры областной. Зараз подъедет... Начальника милиции областной. Зараз. И все, кто остальные. Привлечь судью к ответственности за вождение в пяном виде не удалось. Мукачевский суд закрыл дело, объяснили истечением срока давности. Даже выговор судья не получил. Имя Михаила Ратмистренко до сих пор на табличке судей Ужгородского межрайонного суда. Правда, дела он последние два года не рассматривает. Ждет, пока Верховная Рада назначит его судьей бессрочно. Пытание притягнения до дисциплинарного ответственности судей не належит также до компетенции керевництва суду. Это действует соответствующий орган. На сегодня это высшая квалификационная комиссия. Моет быть скаргой ответственного гражданина, который скаржется на неэтичную поведенку судей. На этот раз закарпатская прокуратура заявила, что обратится в высший совет юстиции с требованием привлечь горе судью к дисциплинарной ответственности. Пока же ему грозит только административная ответственность за неисполнение, требования полицейских об остановке и штраф около 300 гривен. Если анализы из наркодиспансера покажут наличие в его крови наркотиков, то судью могут лишить прав на год и оштрафовать на 10 тысяч гривен. Правда, решение о наказании будут принимать снова в суде его же коллеги. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Вождение в нетрезвом виде довело до ДТП чиновника львовской мэрии. Работник отделения аудита не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину на улице Городотской. Как сообщили в патрульной полиции Львова, за руль чиновник сел на веселе. В его крови экспертиза обнаружила почти 2 промилля алкоголя. В таком состоянии человек не то, что автомобиль даже себя не может контролировать. К счастью, обошлось без жертв. А львовский мусор продолжает путешествовать по городам и весям страны. Куда на этот раз чиновники пытались спрятать городские отходы, ответ на этот вопрос решили найти активисты. Под покровом ночи они пустились в погоню за мусоровозом. Что из этого получилось, знает наш спецкор Галина Якушко. В слежку за львовским мусоровозом организовали активисты одной из общественных организаций. В ночь с четверга на пятницу они проследили, куда вывозят отходы из центра города. Предприятие, которое занимается вывозом, здесь недавно сменили. Официальной информации, куда они девают мусор, нет. Но общественникам все же удалось узнать некоторые детали. Они последовали за мусоровозом до выезда из города. И то, что увидели, удивило бы даже опытных следопытов. Как оказалось, мусоровоз из Львова сопровождают настоящая охрана. За уборочной машиной по пятам шел недорожник. Мусоровоз выгрузился на одном из автотранспортных предприятий. Там якобы устроили перевалочную станцию. Активисты попытались узнать, какой все-таки конечный пункт назначения мусора из Львова. Но внятного ответа так и не получили. Мы с германской организацией. Нас ждут, куда вы потом едете с ним, в Смитян. Вот тут, в Тернополе. Здесь Смитян, в доме? Да. А вы где здесь? Да, в Тернополе. Да. На Смитян в Тернополе вызвали? Да. Да? Куда? На полигон? Куда селиться посадка? Куда? СМТ? Мы в Тернополе. Тернопольская область. Теперь тернопольские активисты поджидают в своем городе непрошенных гостей из Львова. Говорят, не пропустят ни одной машины с мусором в Тернополь. Качует по стране львовский мусор уже полгода. И часто даже не доезжает до мусорных полигонов. Зловонные кучи обнаруживают то в заповедных зонах, то на пастбищах или в огородах. Скандал следует за скандалом. Где только активисты не находили львовские улики. В Черновцах, Киеве, Волынской и Полтавской областях. Довезли даже до Днепра. И это негативно сказывается на репутации всего региона. Репутационные втраты Львовщины, которые мы имеем в Украине. Мы получаем очень большую количество от наших коллег из разных регионов. В частности, это официальные скарги, которые находились в Житомирской, Полтавской, Сумской и других областях. Про то, что на территории этих областей происходит несанкционирование выкидания отходов. Искать место для отходов львовские власти начали после трагедии на Грибовицкой свалке. Но найти новый полигон для отходов мэр города никак не может. В строительство мусороперерабатывающего завода во Львове деньги сегодня готовы вложить 20 компаний, говорят в областной администрации. Губернатор даже огласил тендер на строительство соответствующего комплекса. Но принимать такое щедрое предложение мэр Садовый не спешит. Мол, хочет продвигать свой проект строительства. Даже говорит, заручился поддержкой Европейского банка. Однако проект застрял на стадии подготовки документации. А пока в мэрии ждут согласования с Минфином, львовские активисты будут следить, куда же деваются тонны городского мусора. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. К нам едет ревизор. Международный день защиты прав человека. Генпрокурор проинспектировал колонию в Житомирской области без приглашения и предупреждения. Подготовиться к приему высокого гостя там, видимо, не успели. Что так ужаснуло руководителя ГПУ и какое громкое заявление он сделал по поводу трагедии в Княжичах. Обо всем детальнее. Олег Решетняк. Село Райки, Житомирская область. На окраине поселка исправительная колония 73. Утро здесь началось необычно. С внезапным визитом нагрянул генпрокурор Луценко. Луценко, Юрий Витальевич. Добрый день. Вы у вас паспорта? Да. У вас нет проблем, ребята, да? Ай, бать. Как сказал кот Матроски. У вас лапы и усы нахуй документы. Глава КПУ решил застать врасплох представителей пеницитарной службы Житомирской области. И у него это получилось. Луценко не скрывает эмоций, ощущение ужас. И заявляет, весь этот бардак крышуют депутаты. Они же зарабатывают на заключенных. Кому вы говорите? Нам? Да. А что скажут за покурор? Они ничего не скажут. Так, поговорили просто. Оказалось, тюрьма не простая, а строгого режима. Тут срок мотают по полной. Градистские грабежи, разбой, убийство. Тут серьезные звучания. Ну да, я кем не одноразовую. Помещения просто катастрофичные. Такие помещения, в принципе, проявляются до окатывания. Потому что отсутствие воды, очевидно, будь каким судом будет выяснено, как представление для окатывания. Выслушав заключенных, глава ведомства заявил, начальник колонии ответит по всем статьям. Начальник колонии не мав права допустить такого стата. Но я был в колонии багатьох. Это одна из самых сильных, что я вижу. После ревизии на брифинге у стен колонии Луценко прокомментировал и ход следствия по трагедии в Княжичах. И сделал сенсационное заявление. Начальник госуправления нацполиции Киева Андрей Крищенко должен подать в отставку. Основные вопросы к руководителям операции, которые приняли безграмотное решение, что закончилось. Эту операцию спланировал начальник столичного глава, пан Крищенко. Он особенно подписал проведение, а руководил на месте этой операции его заступника. Думаю, что пан Крищенко мог бы давно написать заявку, представил 5 убитых под лето операцию, которую он санкционировал. Мне кажется, этого потребует. Также глава ГПУ заявил, правоохранители отрабатывают еще одну версию. В доме поручи с постом розвитки ДСО выявило дробину, вскрытие в окна. Нема там пограбования, там пыль не стоит, и это как раз наводит нас на вопрос о том, что было псевдо-пограбование. А вот, отвечая на вопрос об автобусе, на котором в Княжичи прибыли кордовцы, Луценко сказал, это был не служебный транспорт. Олег Решетняк, Аня Каменева, подробности, телеканал Интер. Ни новых деталей трагедии, ни даже слова соболезнования погибшим. Глава МВД Арсановаков до сих пор так ничего не сказал и не написал об убийстве своих подчиненных. А уже почти неделя прошла. Зато зарплату со стопроцентной надбавкой за интенсивность труда получает. Журналисты опубликовали ответ Министерства о доходах Авакова. В ноябре он получил свыше 40 тысяч гривен. Зато скандалы в ведомстве Авакова следуют один за другим. Сегодня суд отстранил от исполнения обязанностей, погоревшего на взятке, патрульного полицейского. Его отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет. Я напомню, что полицейский за 12,5 тысяч гривен пообещал матери одного из задержанных порешать вопросы по поводу преступления сына. Под круглосуточный домашний арест отправил в суд и сотрудник агент прокуратуры, который тоже вчера был задержан на взятке. За несколько тысяч долларов он пытался решить вопрос внеплановой ревизии, инициированной НАБУ. Сама же проверка должна была проходить в рамках расследования растрата около 2 миллионов государственных гривен. Подозреваемого задержали на горячем сотруднике НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. В Одессе по подозрению в получении взятки задержаны полицейские и двое общественников. Они якобы помогали правоохранителю провернуть незаконную сделку. Сами общественники, в свою очередь, настаивают на иной версии произошедшего. Все подробности собирал Андрей Анастасов. В центре Одессы Управление внутренней безопасности полиции проводит спецоперацию. Задерживают своего коллегу, сотрудника одного из райотделов, а также двух общественников-антикоррупционеров. По данным прокуратуры, все вместе они вымогали и получили от местной жительницы 3,5 тысячи долларов за то, чтобы не привлекать женщину к уголовной ответственности. Можно сказать, что какой-то певный тиск делали на человека. И можно сказать, что залякували, что распространено криминальное проведение, если не будет надано певной кошке. Какова была роль полицейского в этой схеме, в прокуратуре не сообщают. Что же касается общественников, то речь об активистах организации под названием «Специальное бюро по борьбе с экономической преступностью и коррупцией». Это Евгений Евсюков и Александр Пескун. Коллеги задержанных утверждают, их соратников подставили. Дескать, Евсюков с Пескуном, помимо прочего, работают адвокатами. И вот эта сумма, причем не в долларах, а в гривнях, предназначалась им в качестве гонорара, а не взятки. А правоохранители, мол, все это в итоге выдали за мздоимство. Пескун и Евсюков активно занимаются антикоррупционной деятельностью. И, возможно, в этом городе перешли кому-то дорогу. И это есть некая попытка скомпрометировать общественную организацию. Так ли это, теперь будет разбираться следствие. Задержанным сегодня объявили о подозрении. Им грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Боевики усилили обстрелы практически по всей линии разграничения. Только за сегодняшний день позиции военных наемники обстреляли более 40 раз. Самая напряженная ситуация на Мариупольском направлении, на Луганском и Донецком, боевики били из минометов. С передовой. Материал нашего корреспондента Ирины Баглай. Там Стаханово у нас получается. Это Калинова. Ну и там Дебальцево. Там первый БАТ. Вот конкретно оттуда, под Дебальцево, постоянно работает Танчик, САУ работают. Константин с братом в АТО уже второй год. Сами из Днепропетровской области. Но ландшафт под Дебальцевым за время обороны уже знают как местные. А враги лесопосадки боевики регулярно используют как пути подхода к позициям военных. В последние дни, говорят армейцы, артобстрелы сменили вылазками диверсионных групп. Пытаются постоянно там по балке ДРГ зайти. То есть там постоянно тоже пацаны в напряге. Постоянно они там лазят по два, по три человека, по пять. Постоянно идут обстрелы. Из опыта за два года. Боистаницы Луганской, Маринки, под Мариуполем, Волновахой. Уцелели. Вернулись домой. Но после демобилизации братья все же решили подписать контракт. Братик мне сказал. Защищать Украину. Я сам в Днепропетровской области. Я вижу, что творится на Донбассе. Я не хочу просто допустить этого, чтобы такое же творилось у нас в Днепропетровщине, в той же Харьковщине, Запорожье, Полтавщине. Чтобы было у нас на Украине тихо, спокойно. Теперь бойцы с опытом костяк батальона. В основном личный состав, который у нас, это те, которые четвертая, третья, много первой волны у нас, которые пришли, хлопцы. Которые по первому зову поднялись и пошли. Это обстрелянные воины, которые прошли не одну ротацию в зоне у нас. И практически от них зависит передача опыта молодому пополнению, которое приходит. Те, кто прошел горячие точки в 2014-2015 годах, сетуют на одно. Нет команды вперед. Идет позиционная война. Боевики открыто укрепляются, а во время боя прикрываются людьми. Их нахаменность является тем, что они используют местное население мирное. Они заходят из этого села, начинают по нас вести стрельбу. Мы в ответ не можем дать никакой аргумент, потому что там мирные. Просто из-за того. И неважно, какие у них переконания. Они за нас, не за нас. Они мирные. Этой ночью боевики снова ударили по позициям в районе прифронтовых сел Троицкая и Новозвановка. Из запрещенных орудий минометов 120-го калибра. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны допустить консульских работников к незаконно осужденному Станиславу Клыху. Такой официальный комментарий внешнеполитического ведомства. Там также добавили, что ответное молчание Москвы свидетельствует о предвзятости сюда, к украинцу. Напомним, Верховный суд РФ подтвердил приговор Станиславу Клыху и Николаю Корпюку за якобы участие в чеченской войне. Клых получил 20 лет лишения свободы, Корпюк 22 с половиной. Оба наши соотечественника должны провести этот срок в колонии строгого режима. О незаконно задержанных в Крыму украинцах сегодня говорил и президент Украины. В обращении по случаю Международного дня прав человека Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров и общественные организации, которые вместе с Украиной требуют освобождения украинских политзаключенных. Также президент выразил надежду, что в ближайшее время Генассамблея ООН официально осудит нарушение прав жителей аннексированного Крыма, в частности крымских татар. Прокуратура расследует около 90 случаев нарушения прав человека в Крыму. Все они касаются политических и религиозных убеждений и этнического происхождения. Такую статистику привел прокурор Крыма Гюндус Мамедов на встрече с генпрокурором Юрием Луценко. По каждому из этих эпизодов прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство и ведет расследование. В свою очередь генпрокурор поручил создать единый реестр дела нарушения прав человека. Они выталкивают коренный народ. Там уже 8 казачьих отрядов, российских казачьих отрядов. Все это квалифицируется в соответствии с Женевской конвенцией 49 статья о статусе оккупированных территорий как военные преступления. Есть украинские граждане, которые в истории своей прокуратуре, колишние украинские суды и правоохранители вступили на службу к оккупантам, чем строили государственную зраду. И в ходе этой коллаборации они принимают заведеванные проверения. И преследуют наши граждане. И мы подаем заявы по заочному засуджению таких судей и правоохранителей. И другая вещь, вывозят наших засудженных с территории Крыма для отбудия покорания поза территории. И все так уж катерично забороняется законодательством. Таких есть сотни. День прав человека сегодня отмечают во всем мире. 68 лет назад ООН приняла декларацию, в которой права и свободы впервые признали высшей ценностью. Документ коллективно создавали 18 стран мира, а 40 поддержали голосами «За». Сегодня защитить права сирийских граждан призывают в ООН. В своей резолюции организация потребовала немедленно прекратить нападение на гражданских лиц, инфраструктурные объекты, а также осаду городов. В частности, Алеппо, который продолжают накрывать авиаударами. Подробнее о материале наших корреспондентов. Сегодня в Алеппо новые вдовы и новые сироты. Северную столицу Сирии опять бомбят, пытаясь уничтожить повстанческую армию. Гибнут не только военные, под ударами и гражданские. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека уже подсчитал вчерашние жертвы. Всего 115. Из них 26 гражданских. Сам город почти полностью разрушен. Я шокирован и расстроен. Они разрушили целую цивилизацию, наследие самого древнего археологического места на земле. Сегодня утром бомбы упали на последние опорные пункты повстанцев Алеппо. Оппозиционные силы открыли ответный ракетный огонь. Пока идут бои, дипломаты в Париже пытаются остановить сирийское кровопролитие. Германия и Франция обратились к режиму Асада с требованием дать возможность белым каскам покинуть Алеппо. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявляет, оппозиция готова возобновить переговоры с Асадом без предварительных условий. Нам нужно найти политическое решение. Нужно возобновить переговоры на четкой основе в рамках резолюции ООН. Немедленно прекратить бои в Сирии призывают в ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали представители 122 стран-членов организации. Против только 13. Еще 36 воздержались. Кроме прекращения огня, документ предусматривает снятие блокад из населенных пунктов, включая Алеппо, и обеспечение доступа всех нуждающихся к гуманитарной помощи. Беспорядочные бомбардировки, которые нарушают международные нормы права, в большинстве своем это преступления против человечности и военные преступления. Госдеп США уже заявил, падение Алеппо не будет означать победы Асада. А Пентагон объявил об отправке в сирийскую Раку еще 200 военных. Сейчас мы помогаем десяткам тысяч местных сирийских группировок изолировать Раку, от которой они всего в 25 километрах. До войны в Раке проживало около 240 тысяч человек. С 2014-го город является де-факто столицей самопровозглашенного халифата. Джихадисты все еще удерживают города Аль-Баб и Дайрез-Заур. Юлия Мендель, подробности из телеканала Интер. По крайней мере пять жизней унесла сегодня катастрофа в Болгарии. Еще более 20 человек тяжело ранены. Там с рельсов сошел поезд с газовыми цистернами. В МВД страны уже назвали последствия аварии катастрофическими. Давайте узнаем подробности у наших корреспондентов. Товарный поезд, перевозивший жиженный газ, сошел с рельсов и взорвался недалеко от станции Хитрино. Около пяти утра. Ужаснейший взрыв. Наш дом грохотал и трясся. Многие дома в нижней части села разрушены или сгорели. Что-то расплескалось на дома, и они загорелись. На наши головы обвалилась крыша. Мы ничего больше не видели. Мой сын ранен. Его забрали в больницу с ожогами. Четыре человека погибли на месте. Пятый, 18-летний местный парень скончался в больнице. Многие пострадавшие доставлены в соседние города с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. В больницах дефицит донорской крови. Взрывной волной и огнем повреждены около 50 домов. Власти страны объявили эвакуацию местных жителей. Последствия аварии называют катастрофическими. Но причины еще неизвестны. 40 человек, чьи дома были разрушены, отселили к родственникам. Сюда приехал мэр соседнего города Шумен. И он готов заняться расселением тех, кто остался без крыши над головой. Тушить огонь прибыли 200 пожарных. Они продолжают разыскивать под завалами выживших. Сейчас жители приходят в себя после случившегося. Жалуются, что пожарные приехали поздно. Аварии грузовых поездов в Болгарии происходят часто. Основная причина устаревшие железные пути. Виталия Кушмрук, Юлия Мендель. Подробности телеканал Интер. В страсти по добусу. В Ривна за 7,5 миллионов купили чудо белорусского машиностроения. Гибрид троллейбуса и автобуса. Оно взяло, да и сломалось. Нет, есть 9 недели. Что случилось и как коммунальщики решали проблему, расскажет Инна Белецкая. Белый, длинный, тихий и красивый. Два в одном могут ехать от электричества, как троллейбус и на топливе, как автобус. Мэр обещал горожанам красивый гибрид на дорогах. И слово свое сдержал. Несмотря на цену. По сути, оголосили тендер на закупивлю окремо такого подобного троллейбуса, дообусу. Я так понимаю, саме такий хотели купить. Видел, если я не помиляюсь, очікувано вартость 6,5 миллиона. Поделись две фирмы. Одна дешевшая потом отмолилась и купили за 7,5. То есть, больше, чем была очікувано вартость. Без особенной конкуренции. О том, сколько стоит чудо белорусского машиностроения, купленное на сомнительном тендере через Днепропетровскую фирму, громко заговорили через неделю после приобретения. Когда дообус вдруг поломался посреди маршрута, соцсети взорвались фотожабами. Мол, к техническому шедевру прилагается еще старая добрая тягловая сила. Мы же идем на предприятие проверить, что с ним. Гибрид на месте. В депо. Чувин заехал на обид. На обид заехал? Да. А коли поремонтировали? Ничего, гибрид, он себе езжал. Мы не надеялись застать директора в выходной день, но заметив его машину, стали ждать и нам повезло. Валентин Ткачук возмущен шумихой вокруг дообуса. Планета стала, я на похоронах звонят. Где поломался? В час эксплуатации были моменты, там чуть-чуть зупинился. Приповеду, он же на гарантии. Завод имеет гарантию, обязанность. Гарантия сколько часа? Я не помню, что сказать. Мы вернулись на предприятие через час, дообус стоит. Видимо, обид затянулся. Тем временем возмущение горожан капиталовложением властей растет. Это Владимир Муллер, он депутат облсовета. Во время одного из первых снегопадов разбил машину на скользкой дороге. Говорит, власти жалуются, не хватает элементарного грейдеров. А вместо них покупают чудеса техники. Никто же не брал, не раскладывал этих 7,5 миллионов. Сколько это будет, например, чтобы добудовать линии. И за сколько там можно было купить даже тех самых боевых тролейбусов, которые купляются там, да, с историей, очень давно. И все, как бы, нормально, и они ездят. Моя субъективная думка, что у нас на дальнейших проблем, где эти деньги можно использовать, набагато больше. Нужно просто там, да, ехать бог знает куда, купить там бог знает что. И пускать по месту, а потом, ну, чтобы сейчас тебе кипкували, потому что воно там тиждень не поехало и поломалось. Потому что это реально воно. Мэр пока никак не отреагировал на шумиху вокруг чудо-транспорта. В городе же говорят, горы с полком планируют закупить еще дуобусы. А вот как решится вопрос, недостающий снегоуборочной техникой, пока неизвестно. Инна Берецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривны. Обеспокоены ситуации на дорогах в Израиле. Там поясняют причины огромного количества аварий. Сотни погибших, тысячи раненых. Такие потери государство не несет даже в боевых действиях. Почему по дорогам еврейского государства опасно передвигаться, расскажет Сергей Ауслендер. Накануне госконтролера публиковал отчет о состоянии дел на дорогах Израиля. Отчет этот общественность буквально ужаснул. Вот простой факт. За год так называемой интифады ножей от рук террористов погибли 38 человек. За тот же самый год аварии на дорогах унесли жизни более чем 350 израильтян. То есть почти в 10 раз больше, соотношение раненых еще более удручающее. Госконтролер пришел к неутешительному выводу. Израильтяне убивают друг друга куда успешнее, чем террористы. Но если с террористами власти более-менее научились бороться, то для снижения аварийности не делают практически ничего. Более того, например, без всяких видимых причин втрое сократили численность дорожной полиции. Это не замедлило сказаться на ситуации на дорогах. Раньше у нас на дорогах страны было 950 дорожных полицейских. Сегодня их стало только 350. И, соответственно, полиции нет на дорогах. Всего лишь 115 патрульных машин. Поэтому израильские законы, такие строгие и суровые по отношению к нарушителям дорожного движения, просто не работают, некому следить за их выполнением. Оказалось, что израильтяне ужасно, просто ужасно недисциплинированные водители. Опасные обгоны, езда с огромным превышением, разговоры по телефону на ходу. Все это совершенно обычное дело в этой стране. Госконтролер обратил внимание и на систему подготовки водителей. Оказалось, что все обучение сводится к тому, как с первой попытки сдать экзамены. Не как правильно и безопасно водить автомобиль. Система образования не устроена. Она устроена так, как должно было быть 50 лет назад. Она не происходила никаких реформ. В системе образования, например, ученик, который учится водить машину в летнее время, получает свои права. При первом дожде, соответственно, водить машину он не умеет. Он теряет управление. В отчете говорилось и о том, что ужесточение наказаний фактически ни к чему не приведет. В последнее время суды стали приговаривать виновников тяжелых аварий к реальным срокам тюремного заключения. Но это не помогает. Денег на содержание, строительство и поддержание в нормальном состоянии дорог в Израиле выделяется более чем достаточно. Трассы здесь отличные. Система управления дорожным движением вполне себе современная. Так что, как приходит к выводу госконтролер, основная причина аварии это все-таки человеческий фактор. По смертности от дорожно-транспортных происшествий Израиль среди развитых стран на одном из первых мест в мире. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Кто сделал предложение руки и сердца перед тысячами свидетелей? Что создает неудобства британскому принцу? И где по совместительству работает избранный американский президент Дональд Трамп? Все самое необычное, интересное и важное в нашем международном обзоре. Во всех королевских резиденциях Великобритании отныне курение строго запрещено. Даже во дворе или в саду. Что может создать неприятности для принца Гарри. По слухам, он выкуривает по пачке в день. Еще со школьной скамьи. Да и супруга принца Чарльза Камила только недавно избавилась от пагубной привычки. Сигареты свели в могилу отца королевы Георга VI. И повлияли на здоровье сестры Елизаветы, принцессы Маргарет. Президент и продюсер в одном лице. Дональд Трамп совместит высокий государственный пост с карьерой на телевидении. Это подтвердил коллега Арнольд Шварценеггер, нынешний ведущий телешоу «Стажер». Знаменитое реалити-шоу стартует за две недели до инаугурации. И Трамп в этом сезоне остается исполнительным продюсером программы. Пока. Предложение руки и сердца, которое затмило концерт «Суперзвезд». Во время выступления группы Coldplay в австралийском Мельбурне смелый парень вышел на сцену, чтобы задать любимый главный вопрос. Перед толпой и при поддержке фронтмена группы Криса Мартина он встал на колени и протянул кольцо своей девушке. Как после такого не ответить «да» со связами счастья на глазах? Наш эфир подходит к концу. Завтра не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот главная тема программы. Заговор молчания. Что не договаривают в МВД о кровавой бойне в Княжичах? И удастся ли спустить на тормозах и это громкое преступление? Шире круг электронного декларирования. Кому уже пора пересчитывать заработанное, да так, чтобы не стать фигурантом уголовного дела? Охота на счетчики. Кому выгодно оставить вас без приборов учета тепла и сколько денег вы при этом теряете? На чьей совести смерть детей? Кто развалил систему соцконтроля за несовершеннолетними? И на кого надеяться детям неблагополучных родителей? Свежие новости вы также можете прочитать на нашем сайте подробности UA. И приятного субботнего вечера. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok